Книга открытым оком. Тема Святая Библия. 8 том. Вопрос 2156. При беседах с сектантами мне приходилось не раз говорить им, что у них не полная Библия, что там нет 11 книг неканонических, а у нас самая полная. Но вдруг я узнаю, что и у нас в Библии не вся полнота, а есть еще какие-то книги или стихи в главах, которые почему-то в синодальной Библии отсутствуют. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Нет послания к лаудекийцам, Колоссянам 4.16. Мы читаем. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в лаудекийской церкви, а то, которое из лаудекии, прочитайте и вы. 2. Паралипоменон 16.11. И вот деяния асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. Числа 21.14. Потому и сказано в книге Брани Господних. Иисус Ановина 10.13. И остановилась солнце и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? 3. Царство 1.41. Прочие события Соломоновы и все, что он делал и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. 2. Паралипоменон 13.25. А плакал Иосию и Еремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песней. Бог верил слово свое евреям, дал им закон, а они ни того, ни другого не сохранили. Деяние 753. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Вот некоторые книги, о которых упоминаются в Библии, но о которых нигде нет. Книга Закона Божия и записаны постановления и законов Иисуса Новина. Иисус Новина 24.25. Записи пророка Нафана и записи про Заливца Гада. 1. Паралипоменон 29.29. Книга пророка Самуила о правах царства. 1. Царство 10.25. 2. Притчи и песни Соломона, утерянные, из которых собрали приезды только малую часть. 3. Царство 4.32. Притча 25.1. 2. Пророчество Ахии Силом Леонина и видение про Заливца Иоиля. 2. Паралипоменон 9.23. 3. Записи пророка Самея и про Заливца Адды. 2. Паралипоменон 13.22. 4. Записи Хазая. 2. Паралипоменон 33.13. 5. Книги царей. 2. Паралипоменон 24.27. 5. Записи Иоя. 2. Паралипоменон 20.34. И многое другое. Вот эти стихи из Третьей Ездры, главы 7.35. Затем последует дело, откроется воздаяние. 3.36. И откроется озеро мучения, а против него место покоя видна будет печь гиены, а против нее рай сладости. И скажет тогда Всевышний, пробудившимся народом, посмотрите и поймите, кого вы отвергли, кого мы не служили и чьи заповеди вы презрели. 38. Взгляните прямо перед собой и напротив. Там сладости покой, а тут огонь и мучения. Вот что скажешь ты им в день суда. И все могут видеть то, что перед ними. Его длительность будет такая же, как седмины лет. Такое суд мой и его порядок. Одному теме я открыл это. И я отвечал. Я говорил уже и теперь скажу. Блаженны живущие, исполняющие заповедные тобою. Но я молил о следующем. Найдется ли кто из живущих, чтобы не грешил, или найдется ли кто из родившихся, чтобы не нарушал твоего завета. И теперь я вижу, что будущий век принесет сладость не многим, а мучение многим. Ибо внутри нас выросло сердце злое, которое удалило нас от него и привело нас к тлению и путям смерти. Показало нам тропинки погибели и удалило нас от жизни. Притом немалое количество, но почти всех, кто был сотворен. И он отвечал мне и сказал. Выслушай меня, и я наставлю тебя и выразумлю тебя относительно имеющего быть. Ввиду этого Бог и сотворил не один век, а два. Что же касается твоих слов, что праведных немного, но мало, тогда как нечестивых множество, то выслушай на это вот что. Если у тебя будет весьма немного драгоценных камней, то ты станешь складывать их у себя по числу их, свинца же и глины изобилия. И я сказал, как же это возможно? И он сказал мне, не только это, но спроси в землю, и та скажет тебе, подойди к ней с лестью, и та поведает тебе. Ты скажешь ей, ты производишь золото, серебро и медь, а также железо, свинец и глину. Серебра же больше, чем золото, меди больше, чем серебра, железо больше, чем меди, свинца больше, чем железо, и глины больше, чем свинца. Посуди теперь сам, что драгоценно и влечет к себе то ли чего много или то, что является редкостью. И я сказал, влаги дыка Господи, что встречается в избытке, то хуже, а что попадается реже, то драгоценнее. И он отвечал мне и сказал, взвесь про себя то, что ты подумал. Кто владеет тем, что с трудом добывается, бывает рад больше того, кто обладает тем, что встречается в избытке. Так обстоит дело и с обещанной мною тварью. Я рад буду немногим спащимся, потому что они утвердили ныне владычество моей славы, и на них наречено ныне же мое имя. Меня не будет огорчать множество погибших, ведь это те самые, которые теперь уже уподоблены пару и приравнены к огню и дыму. Вот они вспыхнули, заполали и погасли. И я отвечал и сказал, о земля, что же ты породила, если разум произошел из праха, как и остальная тварь. Лучше было бы мне не появиться самому праху, чтобы из него не возник разум. А теперь разум возрастает вместе с нами, и из-за этого мы мучимся, так как сознательно идем к гибели. Пусть рыдает род человеческий и радуются полевые звери. Пусть рыдают все, кто родился и веселятся четвероногие скоты. Ибо им гораздо лучше, чем нам, так как они не ждут суда, им неведомы ни мучения, ни блаженства, обещанными после смерти. Что нам пользует в том, что мы будем снова жить, но будем жестоко мучиться? Ведь все, кто родился, пропитаны беззакониями, полны грехов, отечественные преступлениями. И, быть может, лучше было бы нам, если бы нам не нужно было идти на суд. И он отвечал мне и сказал, раньше, чем Всевышний сотворил век с Адамом и всеми, пришедшими от него, он приготовил суд и то, что относится к суду. Теперь же, Урзамей, на основании своих собственных слов, ведь ты сказал, что разум возрастает с нами. Поэтому те, кто живет на земле, терпят здесь мучения, потому что, имея разум, они совершали беззаконие и, получая заповеди, не исполняли их, и, будучи последователями закона, отвергали закон, полученный ими. Что же имеют они сказать на суде или какой ответ дадут они в ближайшее время? В самом деле, сколько времени Всевышний проявлял благотерпение к тем, кто населяет век, и не ради их самих, а ради исполнения предусмотренного им срока? И я отвечал и сказал, «Если я нашел благодать перед тобой, Господи, то покажи работу ему еще следующее. Будем ли мы после смерти, то есть когда каждый из нас отдаст душу свою пребывать в покое, пока не наступят те времена, когда ты начнешь обновлять тварь, или же тотчас будем терпеть мучения?» И он отвечал мне и сказал, «Покажу тебе и это, но ты не смешивай себя с теми, кто презирал и не причислял себя к тем, которые терпят мучения, ибо у тебя есть сокровище дел, сохраняемые у Всевышнего, но оно не будет, пока дано тебе до наступления последнего времени». Теперь будет речь о смерти, когда выйдет от Всевышнего приговор относительно срока, чтобы умереть человеку, и когда дух выйдет из тела, чтобы снова вернуться к тому, кто дал его для поклонения прежде всего славе Всевышнего. И если это будут души тех, кто презирал и не сохранил путей Всевышнего, пренебрегал его законом и ненавидел боящих Бога, то таковые души не войдут в обители, но немедленно начнут в мучениях, постоянной скорби и печали блуждать по семи путям. Первый путь – это то, что они презрели закон Всевышнего. Второй путь – они уже не могут принести доброе раскаяние, чтобы жить. Третий путь – они увидят награду, сохраняемую для тех, кто верен заветам Всевышнего. Четвертый путь – они увидят мучения, сохраняемые для них на самое последнее время. Пятый путь – они видят жилища других, охраняемые в глубочайшем молчании ангелами. Шестой путь – они видят, что немедленно же отсюда они перейдут на мучения. Седьмой путь, превосходящий все названные выше пути, состоит в том, что они тают от смятения, их снедает стыд, они изнемогают от страха при виде славы Всевышнего, перед которой они грешили при жизни и перед которой им предстоит суд в последние времена. Что же касается тех, кто сохранял пути Всевышнего, то и удел их по разлучению с тленным сосудом будет следующий. Во время пребывания в нем они с трудностями служили Всевышнему и каждый час подвергались опасностям, лишь бы всецело сохранить закон законодателя. Поэтому приговор о них будет такой. Прежде всего они увидят с великой радостью славу того, кто принимает их к себе. Покой же они будут вкушать семи видов. Первый вид это то, что они с великим трудом вели борьбу с целью преодолеть помышление злое, созданное вместе с ними, чтобы оно не могло отвлекать их от жизни к смерти. Второй вид они созерцают смятение, в каком блуждают души нечестивых и наказание, предстоящее им. Третий вид они созерцают данные им, их создателям свидетельства, что они при жизни сохранили закон, веренный им. Четвертый вид они создают свой покой, которым они наслаждаются ныне, собравшись в своих хранилищах и оберегаемых в глубоком молчании ангелами и прославления ожидающих в последние времена. Пятый вид они ликуют по поводу того, что покинули ныне тленные и получают будущее наследие. Они видят, кроме того, ту тесноту, полную тягость и от которой они освободились, и начинают чувствовать простор, блаженные и бессмертные. Шестой вид им показано будет, как лицо их засияет, подобно солнцу, и они уподобятся по блеску звездам, став тотчас же нетленными. Седьмой вид, превосходящий все ранее названные, они будут ликовать с уверенностью, надеяться на посрамление и радоваться без страха, так как они спешат увидеть лицо того, кому они служили при жизни, и от кого они должны получить награду, состоящую в прославлении. Таков удел души праведников, возвещаемый им тотчас же. Ранее были названы пути их тех мучений, которые терпят немедленно же грешники. И я отвечал и сказал, значит душам по разлучению их телом будет дано время, чтобы видеть то, о чем ты мне сказал. И он сказал мне, семь дней будет длиться их свобода, чтобы они за семь дней увидели то, о чем была выше речь, и после этого они соберутся в своих жиличих. И я отвечал и сказал, если я нашел милость перед очами твоими, то покажи мне работу твоему, кроме того, могут ли в день суда праведники достигнуть оправдания нечестивых или молитв, молить за них Всевышнего. Отцы за сыновей, сыновья за родителей, братья за братьев, родственники за своих близких, или друзья за дорогих для них лиц. Он отвечал мне и сказал, Так как ты нашел милость перед очами моими, то я покажу тебе и это. День суда решительный и являет всем печать истины. Подобно тому, как ныне отец не посылает сын или сын отца, или господин раба, или друг самого дорогого для него человека с тем, чтобы тот думал за него, или спал, или ел, или лечился, так никогда никто не будет за кого-либо ходатайствовать, но каждый принесет тогда свои правды и неправды, или неправды. И я отвечал и сказал, 106 стих, Как же мы находим, что Авраам Первый молился о садомлянах? Великолепно. КОНЕЦ